Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вероника, вы на канале VT-Tai TV. И сегодня я пригласила к себе в гости Татьяну, соседнего канала, соседнего тайского канала. И мы хотим ответить на самые популярные вопросы про Таиланд. И сегодня будет 9 вопросов жителю Таиланда. Почему 9, потому что 9 в Таиланде? Это счастливое число. Но давайте начнем. Мы обе будем рассказывать, отвечать на эти вопросы. Это будет такой блиц, скажем так, опрос. И если вам захочется что-то подробнее уточнить, то пишите в комментариях. Итак, первый вопрос. Как же нас занесло в Таиланд? Татьяну занесло 12 лет назад, а меня 5 лет назад. Давайте же узнаем, как. Как я попала в Таиланд? Коротко я всегда отвечаю на этот вопрос. У меня вдруг оказалось 1000 долларов, и вдруг наступили холода. Я думала купить шубу или уехать в Таиланд. И я купила билет в Таиланд. На самом деле это практически правда, потому что работу я искала в течение двух дней. Тогда не было особого еще такого интернет-сообщения с Таиландом. Поэтому я нашла газету. Это русская газета была инфосервис. Я им позвонила по телефону, спросила, возьмут ли они меня на работу. И они сказали, да, приезжайте, и мы на вас посмотрим. Все, вот буквально за пару дней я купила билет и приехала с вокзала, можно сказать, к ним. Меня взяли на работу. Здорово. Как же меня занесло в Таиланд? На самом деле у меня была более фандартная история. В 2013 году мы первый раз посетили Таиланд в качестве туристов. И влюбились в него, приехали домой и решили, так как мы с мужем программисты, мы решили, да, ну его офис, будем работать удаленно, жить в Таиланде. И примерно через год, как мы это задумали, мы уже стали работать удаленно. А через полгода, то есть не находясь еще в Таиланде, мы купили здесь квартиру. И через год переехали, все здорово, работаем удаленно и практически тем же самым занимаемся до сих пор. Но это повыше. Второй частый вопрос, который мне задают, почему я живу в Паттайе, ведь Паттайя там грязная, и Татьяна тоже в ней живет, в этой Паттайе. И давайте ответим на него, почему же мы живем в Паттайе. Мало того, что грязная, совсем не семейная, я бы сказала. Ну просто потому, что, следуя из первого вопроса, потому что здесь у меня была первая работа. И настолько меня все устраивало, что я и не думала никуда переезжать. Так 12 лет прошло. А потом была другая работа, а потом был муж, а потом мы отдали ребенка в сад. И как-то, ну, все здесь в Таиланде так закручивается и тянется, и продолжается. Но если объективно судить, то я бы не хотела даже сейчас, если бы, как говорится, взять и начаться сначала, я бы не хотела поехать или куда-то на острова уезжать, или Хуахим, Бангкок и так далее. Потому что в Паттайе самое главное, это отличный сезон круглый год. То есть погода отличная, дожди минимальные. В Паттайе всегда очень много всего русского. Русские сады, русская еда, то есть абсолютно все есть. Ну и работы тоже очень много в Паттайе. Такое, что можно и длительное время на ней работать, и перебиваться какими-то подработками. То есть, как-то мне кажется, здесь очень много таких различных способов жить. Почему же, почему же я живу в Паттайе? На самом деле, я была практически во всех уголках Таиланда, и на севере Таиланда, в Хуахине, в Кете, ну, везде практически. Только в Карабе не была. И почему Паттайя? Потому что здесь для меня такое хорошее соотношение пляжа, да, пляжного отдыха. Ну, такое хорошее соотношение. И при этом это очень активный город, здесь постоянно что-то происходит. Рядом Бангкок. Это такой большой хаб, через который я могу путешествовать. На острове мне было бы очень скучно. И дорого. Дорого, возможно. Дороже намного. Да, да, дороже. А в Паттайе, да, реально все и дешевле. То есть, для долгой жизни Паттайя, мне кажется, в Таиланде просто идеальное место. И море есть. В Бангкок, конечно, немножко, мне кажется, тяжелый город. Хотя я бы там, наверное, пожила несколько месяцев с удовольствием. Под последним видео мне задали вопрос, как вы работаете, что живете в Таиланде, при этом я. Я здесь не работаю, не находясь в Таиланде. Как же, как же. Мы с мужем, как я уже сказала, мы оба программисты. И раньше мы работали удаленно на Москву. При этом, находясь в Таиланде сейчас, мы уже ведем свое дело. У нас много-много всяких интересных проектов в интернете, которые мы продвигаем. И получаем деньги за рекламу на этих проектах. На это и живем. И вроде даже не жалуемся. Я всю жизнь проработала в туризме. И в Таиланде, особенно в Паттайе, наверное, это естественное течение дел, когда ты работаешь в туризме. На данный момент я не работаю. Работает муж. Всех нас содержит, обеспечивает. Но на самом деле я немного подрабатываю. Для души у меня есть интернет-магазин тайский косметик. Один из популярных вопросов, это, конечно же, по какой визе мы живем. Таня, расскажи, пожалуйста, по какой визе ты живешь? У тебя хорошая виза. У меня хорошая виза. Я даже не знаю, стоит ли вам про такую рассказывать. Ну, просто скажи, позиная. На самом деле, да, я, конечно, мне кажется, счастливится. Потому что все это время, вот уже почти 13 лет, я живу официально по хорошей, по длительной визе, по годовой, по рабочей. То есть я не мучилась никакими пересечениями границ по несколько раз в год. Рабочая виза дается на год, но мой муж сейчас работает, и у него двухлетняя рабочая виза. А мы находимся у него на попечении. И как члены семьи, я и мои детки, у нас семейная виза тоже на два года. А теперь о буднях тех, кто не настолько, скажем так, грамотно устроился в Таиланде. У нас с мужем студенческая виза. Конечно, раньше была там периода туристическая, но в основном все вот эти почти 5 лет мы живем по студенческой визе. Для того, чтобы ее получить, вы выезжаете в Лаос, там получаете студенческую визу, и каждые 3 месяца вы ходите и продлеваете эту визу в миграционном офисе. И на следующий год опять едете в Лаос или в любую, конечно, другую страну, чтобы опять ее получить. У нас ребенок, который сейчас 3,5 года, она родилась в Таиланде, у нее, конечно, нет никаких привилегий по поводу нахождения в Таиланде. Она гражданка России, и она, соответственно, у нас безвизовая, как практически все дети, у которых папа не работает, два года у него нет рабочей визы. Мне говорят, что всегда ребенка нужно оформлять на туристическую визу. Туристическая виза там 3 месяца, да? И то есть ребенок каждый 3 месяца должен выезжать, а я год учиться. То есть это как-то не совсем понятно, это один из минусов Таиланда, про который я уже говорила. Недоработка немного. Недоработка, да. Но сейчас есть еще второй вариант. На Алисину визу она может получить студенческую визу, потому что она учится в тайской школе. И на ее визу я могу себе, одному члену семьи, можно оформить эпикутскую визу. Это совсем другая история. Мы, когда этим займемся, то обязательно вам об этом расскажем. И один из интереснейших вопросов, таких нестандартных, а ездите ли вы с ребенком в Таиланде на байке? Вот у Татьяны, у нее аж трое детей. Я сомневаюсь, не понимаю, они, наверное, на байке сейчас все точно не уместятся. Но раньше-то у нее их было меньше. Вот как твое отношение к этому вопросу? Да, когда мы только начинали здесь жить, конечно, мы ездили на байке. Я не водитель абсолютно, поэтому сначала я пользовалась услугами мотобайк-такси. Затем муж стал возить. Когда появился первый ребенок, мы тоже ездили на мотобайке. Мы даже рожать поехали на мотобайке. Но, естественно, это все не очень безопасно, но во многом зависит от водителя. То есть, если мы спокойная семья, если мы не нервничаем, то мы едем очень аккуратно. И у нашего ребенка всегда была каска, что практически нетипично вообще для Таиланда, чтобы дети ездили в касках. А также мы делали ему специальное кресло. То есть, устанавливали с защитными ремнями кресло. И пока он помещался туда где-то до трех с половиной лет, он ездил с нами на мотобайке. Ну, а потом, естественно, с расширением семьи пришлось расширяться до размеров машины. Что касается меня, я, конечно, тоже всегда боялась мотобайка именно с ребенком. Конечно, когда у нас не было ребенка, мы с мужем ездили, поставили на мотобайке. Сейчас же у нас есть мотобайк и есть машина. Так сложились обстоятельства. На машине мы ездим все время на далекие расстояния. Мотобайком в данный момент мы с ребенком именно не пользуемся. Но когда мы еще не купили машину, был такой момент, когда мы приехали, ребенок уже большой, а машины еще нет, то иногда мы доезжали, скажем так, недалеко. До ближайшего 7-11 могли доехать на мотобайке. И да, у нас тоже была каска. Либо мы могли, вот мы там жили в 200 метрах до моря, и мы могли там до моря не идти, а чуть проехать. Некоторые люди любят Таиланд, но не любят тайскую еду. И поэтому многие задают мне вопрос, любите ли вы тайскую еду, и какие ваши любимые блюда? Да, мы любим тайскую еду. Всегда ее едим, мы можем есть и на рынках, на улице, мы можем есть тайских макашниц, то есть какие-то там шашлычки. Для нас это вообще не проблема сейчас, потому что в первый год я честно признаюсь, что я не ела, уличную еду не ела, я ела только в ресторане. То есть когда у меня красиво сервирован суп, когда он, понятно, что в нем находится, хоть он и тайский, но как бы мне это было приятнее и вкуснее. Я не знаю, просто я была одна, мне было как-то некомфортно, непонятно, что я там ем, мне остатся спросить. То есть первый год я по улицам, можно сказать, так сильно не ходила и не вникала в эту жизнь. Мы с подругами обычно ходили только в какие-то заведения. Но как только появился муж, он меня научил разным штучкам. И как есть на улице, и что вкуснее, и как называется. То есть мы с ним экспериментировали, мне уже было интереснее. И я поняла, что все съедобно абсолютно, все свежее, все вкусное. Любимое блюдо? Любимого блюда как такового прям сильно нет. Естественно, это все супы. Это том ямку, это том каакай, то есть это грин карри, между прочим, совсем тоже вот это вот из последних, я бы так сказала, тоже не с первого года полюбила. Ну и детей всегда кормлю в основном фрайрайс, то есть жареный рис какой-нибудь. Ну что-то такое стандартное, наверное, под тай тоже. Да много-много всего. Супчики, рыба в соли. Я все ем, люблю очень все пробовать. Если мне покажут розовый суп, я съем розовый суп. Если с ногтями, то тоже съем с ногтями. Ну и понятно, что дело, если мне не понравится, я больше есть не буду. Я очень люблю паттай, это для меня стандартное блюдо. Если не знаю, что есть, но хочу вкусно, то паттай. Алиса у меня кушает жирный рис с курочкой, я не знаю, как он называется. Каумангай. Каумангай. Вот 12 лет прожившая, они подсказывают. Я вот не все время могу запомнить. У нас тоже детей, да, его очень люблю. Да, он классный. И там еще бульончик дают. И я еще люблю рыбу в соли. Мы каждый четверг, наверное, кушаем рыбу в соли, хотя она тилапия. И есть вопросы к ней, но она такая вкусная, поэтому просто ей ким. Последний вопрос, но довольно актуальный для меня в последнее время. Это как долго вы продолжите жить в Таиланде, раз вы знаете столько минусов про жизнь в Таиланде. Да, видео про минусы у меня есть, ссылка на него в описании. И да, давай, Татьяна, расскажи, хочешь ли ты сменить свою жизнь или все классно? Ну, откровенно говоря, все классно, но желание сменить Таиланд есть. Таиланд вообще очень хитрая страна, я считаю, что он прям вот гипнотизирует. И у тебя нет абсолютно мыслей, куда ты двигаться дальше, что-то делать, рассуждать. То есть на самом деле все говорят Санук, Сабай. То есть здесь не столько хорошо, весело, расслаблено, что пролетело 12 лет. Я посмотрела на своих подруг, которые там уже объехали весь мир, у которых уже заводы, пароходы. И сказала, что я всего лишь прожила в Таиланде 12 лет. Я нигде не была, я путешествовала только по Юго-Восточной Азии. И как так? Поэтому, да, иногда нужна какая-то встряска, и ты понимаешь, что не только минусы жизни в Таиланде, но и то, что мы взрослеем, дети растут и тоже взрослеют. То есть приближается тот период, когда ты хочешь что-то оставить, чему-то научить детей. И вот именно в этом ключе мы считаем, что в Таиланде, ну, слишком все расслаблено, слишком все мягко, слишком все вот спустя рукава. Поэтому хочется немного сейчас уже строгости, жесткости и правил. Поэтому мы планируем переезд, скорее всего, в какую-то, в такую страну, где уже на самом деле будет много правил, много четкости, и будет какая-то стабильность и какой-то возврат для наших детей в виде, возможно, отличного образования, которое котируется во всем мире, либо вида нажительства, то есть, либо языка какого-то, да, в идеальном состоянии. То есть, ну, что-то такое, чтобы было. Что касается нас, мы здесь живем, нам здесь комфортно. И на самом деле Таиланд нас, именно нашу семью, заряжает какой-то энергией. Мы наоборот, вот мы возвращались на полтора года в Россию, нас там прям так размазало, какие-то пельмени, мы их ели, и нас размазало и внешне, и духовно. И когда мы возвращаемся в Таиланд, мы такие сразу бодрячком, тут энергия от солнца, у нас как-то вот так идет. Вот, но мне не нравится вот именно, что я здесь живу, и я, скажем так, не могу свою энергию дальше распространить. Я не могу здесь, скажем так, начать бизнес, потому что я понимаю, что, ну, как-то это все не дает никаких бонусов, типа ВНЖ. Квартиру покупаешь, и тоже ничего не происходит. То есть, меня это сковывает, наоборот. Вечный турист, такое ощущение, что ты вечный турист. Да, мы вечные туристы, да. И поэтому ты как-то вот, ну, то есть, не можешь свою активность начать, такую глобальную, ну, пароходы там какие-то заимеют. Потому что как-то кажется, что в Таиланде все пароходы будут не твои, а тайские, да. Вот. И да, поэтому хочется какое-то другое место найти, но пока очень сложно его найти, чтобы перебить Таиланд, перебить его плюсы. И, ну, именно с точки зрения, там, комфортно, комфорта жизни. Хотели бы вы в Восточную Азию, но, похоже, все страны Восточной Азии, они очень хитрые, они не хотят людей к себе принимать, других, да. То есть, мало кто дает какое-то гражданство, вид на жительство. Но мы в поиске, так что... Да, если есть идеи, делитесь. Обязательно пишите, и, как бы, мы обязательно вам расскажем, если найдем эти варианты, поделимся, поделимся информацией. Дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Это были все вопросы про Таиланд, на которые мы сегодня хотели для вас ответить. Если есть еще какие-то, напишите, мы с удовольствием повторим такое видео с новыми вопросами. Напомню, что у меня в гостях была Татьяна, Татьяна Максимова, у нее так называется и канал. Вот, заходите к ней, ссылка будет в описании, в подсказках, вообще везде, где угодно. Также у нее классный инстаграм, где она рассказывает про супер скидки в Таиланде. Я вообще кучу всего там не знала, очень много образовала она меня в этом вопросе скидок. Так что спасибо вам за просмотр. Спасибо, что пригласила, очень приятно и интересно было. Увидимся. Пока. Представляете, ребята, мы забыли записать девятый вопрос. Голодные мамаши с голодными детьми убежали быстрее. Ну, а вопрос-то самый интересный, сколько вы тратите на жизнь в Таиланде в месяц? Мы тут посоветовались, попытались подсчитать. Мы, моя семья, то есть у нас один ребенок, и, ну, в принципе, активно везде ходим. Мы тратим 40 тысяч, это без учета Алисиной школы. Алисина школа еще плюс 10 тысяч бат. Получается 50 тысяч бат в месяц мы тратим. Вот. И, Таня? Ну? По нашим подсчетам у нас трое детей. Двое ходят в детский сад и один в русскую школу. У нас в аренде машина, у нас в аренде квартира. Питаясь чаще всего дома, иногда вот в таких заведениях, у нас минимум уходит 90 тысяч бат в месяц на семью. То есть без каких-либо путешествий, излишеств. Ну, ну, да. Без трат на визу, без трат каких-либо таких вот глобальных. Да, потом нибудь еще запишем, да? В принципе, все сходится, да. То есть сколько детей, столько и денег. Ну, все, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok